подводным плаванием я заинтересовался еще из детского садика у нас детский садик был с бассейна нас учили подводном плавании там тоже уже когда потерял зрение я тоже этим интересовался но не находил выхода в 2014 году весной мы с адресом значит узнали что есть возможность так скажем является средством доступности для нас клуб бента с подводников ну в принципе это как бы уже можно сказать второе погружение тоже первое было уже в бассейне как бы здесь но хочется попробовать ощутить себя именно скажем в том где где нет подстраховки то есть где нет краев бассейна где нет скажем так на где нет бортиков просто ощутить себя сейчас появилась возможность лучше не зря чем погрузиться надеюсь что дальнейшее будет развитие вот какие то еще водоемы еще большой палец отдельно так пощупайте ниже еще ниже и дальше сложность заключается в первую очередь самое важное и самое главное для любого дайвера то что здесь очень холодная вода она круглый год составляет плюс 6 плюс 4 градуса озеро зимой не замерзает вода минеральная по составу поэтому такая прозрачная ну и вот эти ощущения невесомости холодной воды отсутствие определенных привычных нам в обычной жизни ориентиров вот это создает конечно большую сложность здорово просто сидит вода холодная ощущение что к начале заходишь холодно лицо замерзает немного так хочу здорово во первых вода здесь все-таки холодная отличается вторую сама по себе вода немножко другая а как-то более это то что-то холодного дана своеобразно тоже такой адреналинчик дает бассейн комфортнее бассейн комфортнее здесь более так это как-то более экстремально экстремально